Это всё будет комплексно, спокойно. Начнём с первичных вопросов, вопроса безопасности. Неделю назад в доме номер 19 по улице Донской случился пожар. Эвакуировали около полусотни людей. Одного из жильцов не удалось спасти. За несколько лет в доме произошло два пожара, но работа над ошибками, похоже, не сделана. Проводка на нескольких этажах просто свисает с потолка, а электросчётчики установлены в деревянных боксах, которые могут легко загореться. Жители дома, представители управляющей компании, полиции, прокуратуры, коммунальных служб, мэрии и депутаты вместе искали пути решения проблем. Капитальный ремонт многоэтажки по федеральной программе будет не раньше, чем через два года. Так что в ближайшее же время в доме собираются установить датчики и пожарную сигнализацию. У нас дети играют вот среди машин на дороге. По распоряжению мэра в городе организуют оперативные группы жилищного контроля. Они начнут работу с общежития на Донской. Выявят типовые проблемы и составят плавных решения. Особое внимание уделят созданию безбарьерной среды, ремонту подъездов и санитарному состоянию дворов. А так выглядит подвал соседнего общежития. Десять лет назад активисты сделали здесь ремонт и обустроили два спортивных зала, где теперь боксом бесплатно занимаются около сотни детей. Руководитель секции Нодарит Саава, мастер спорта СССР и по совместительству Домком. Расчистили, привели в порядок. И сегодня у нас вопрос стоит. В каждом доме можно это делать. Это все зависит от жителей нашего дома. Подобных спортивных залов в Сочи около 40. И их должно стать еще больше, резюмирует мэр. Затратная часть не такая большая, но коэффициент полезного действия, с учетом есть достойный тренерский, преподавательский состав, тех, кто занимается спортом, это все должно в городе максимально работать. И вот таким людям, как они, максимально помогают. В ближайшее время на курорте разработают муниципальную программу ремонта, определят очередность домов. Начнут с общежитий и малосемеек. Их в Сочи более 300. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин